Девушки отдыхают Песни военных лет и сейчас вызывают патриотические чувства у каждого слушателя. А для тех, кто с ними шел в атаку, это больше, чем песни. Это товарищи по оружию. Солбаты пушь, пушь, пушь. Охрен тебя, родная, и пушка полевая. Прощай, труба зовет. Солбаты пушь, пушь. На фронте и после я имел возможность убедиться в том, как относятся рядовые солдаты, часто не очень грамотные, к песне фронтовых лет. Ведь песня поддерживала нас морально. Она вела нас в бой. Она горела вместе с самолетами, падала на землю. Она звучала и в дни побед, и на привалах, и на передвижениях войск, когда люди усталые сидели. И все-таки им хотелось песню услышать. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Игорь Леонидович Чоп, ветеран Великой Отечественной, встретивший войну на западной границе, побывавший и в плену, и в самом пекле на передовой. Большую часть прошедших после победы лет он посвятил писательской и педагогической работе. Сейчас Игорь Леонидович пишет свою 23-ю книгу. Но есть еще одна задача, которую он считает делом чести фронтовика и гвардейца. Когда я работал преподавателем в Одесском техникуме измерений, я основал молодежный туристко-спортивный клуб. К этому следует добавить еще одно его название. Он был военно-патриотическим. Я говорю, ребята, давайте сделаем сами, соберем сборник песен о Великой Отечественной войне и тех, которые были потом сложены, после войны. Вот этот сборник 150 песен Великой Отечественной войны. Здесь есть раздел «Памятник песни Великой Отечественной войны». Идея этой главы, этого рассказа состоит в том, чтобы, может быть, люди задумались, что нужен такой памятник песни, около которого будут собираться люди, они будут петь фронтовые песни, и не только фронтовые, любые. Будут приходить туда и совсем юные люди, которые впервые услышат фронтовую песню. И я думаю, это будет хотя бы каким-нибудь маленьким поводом к тому, чтобы последующее поколение помнили о подвигах своих прадедов, дедов, отцов. Можно по-разному относиться к воинам-освободителям и монументам, воздвигнутым на их могилах. Но памятник песни, той самой, что поднимала в атаку и согревала сердце во время коротких фронтовых затишей, памятник песни военных лет, по мнению Игоря Чопа, обязательно должен быть открыт. И эту идею одесситы горячо поддерживают. Безусловно, памятник песни в Одессе не то, что может быть, он должен быть. Ведь дело в том, что песня, она помогает не только жить и строить, она помогает выжить. Не было бы песни, не было бы Твардовского, может быть, не было бы Победы. Это будет воспитание, большое воспитание молодежи на этих песнях. Да, конечно, в Одессе нужен памятник песен военных лет. Мы знаем много песен. День Победы, вот самая такая любимая песня. Я считаю, что есть хорошее место на Потемкинской лестнице. Там есть площадка напротив фуникулера. Где-то в центре города. Где именно сказать точно не могу. Ну, в центре города, чтобы все приезжие могли видеть этот памятник. Памятник песни военных лет может появиться в одном из одесских парков или скверов. Ведь не все же они еще проданы под строительство многоэтажек. Лишь бы там, где будет стоять этот памятник, одесситы могли собираться, слушать песни и вспоминать своих близких, не пришедших с той войны. Лишь бы там, где будет стоять этот памятник. Лишь бы там, где будет стоять этот памятник. Москву собою заслоняя, весь мир прикрыл я в сорок первом. Я жил в такие времена. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо